Здравствуйте! Специальное интервью на Одинцовском телевидении. И сегодня наша передача отправилась в гости к Одинцовскому городскому прокурору Юрию Геннадьевичу Чержову. Работа прокуратуры всегда интересна большому количеству наших телезрителей, потому что прокуратура, пожалуй, единственный орган государственной власти, куда человек может обратиться по абсолютно любому вопросу с абсолютно любой жалобой, которую примут, человека выслушают и примут меры прокурорского реагирования. Именно поэтому мы сегодня здесь, в Одинцовской городской прокуратуре. Юрий Геннадьевич, здравствуйте! Здравствуйте! Юрий Геннадьевич, итак, давайте мы с вами поговорим сегодня в первую очередь об итогах 2018 года и первого квартала 2019 года. Какие направления работы Одинцовской городской прокуратуры вам бы хотелось особо выделить? Ну, хочу сказать, что в 2018 году, первый квартал 2019 год, работа проводилась серьезная. Выделить как-то сложно какие-то определенные направления, но у нас есть основные направления, такие как вопросы ЖКХ, вопросы дольщиков строительства. Все мы знаем, есть определенные проблемы не только у нас, но и есть в Московской области. Вопросы вывоза твердых коммунальных отходов и много-много-много других вопросов. Если я еще напомню сейчас всем жителям то, что майский указ президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года еще добавил 12 национальных проектов, в которые входят почти все направления деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и, соответственно, контролирующих органов. Там и образование, и наука, и спорт, и культура. Если будет время, я остановлюсь более подробно на этих направлениях. И, соответственно, объем работы большой, коллектив работал с серьезной нагрузкой, но и достигли определенных, конечно, результатов. У нас обратилось почти 9 тысяч граждан в 2019 году. Сейчас, вот в первом квартале 2019, в 2018, я извиняюсь, в 2019 году уже 2000 граждан обратилось. То есть, как вы правильно сказали, обращения граждан имеют место, они приходят со своими проблемами, где-то их не выслушали в контролирующих органах, в органах местного управления. Конечно, пытаемся помочь, пытаемся восстановить законность и по своим направлениям вносим меры реагирования. Как-то помогаем. Юрий Иванович, ну я думаю, что один действительно из важнейших вопросов, которые вы уже упомянули, это вопрос обманутых дольщиков. Насколько я знаю, в этом направлении движение есть, движение в нужную сторону, получают обманутые дольщики ключи, постепенно эта проблема решается. Вот если можно конкретизировать это направление работы. Я хочу сказать, что совместными усилиями с органами местного управления наша прокуратура добилась определенных результатов. У нас шесть объектов проблемных. И недавно появился новый, мы все знаем, Urban Group, где почти 2000 дольщиков, но усилиями и правительства Московской области, и органов местного управления, главы Денцовского района. И, соответственно, нашими действиями сейчас уменьшается с каждым днем, я хочу сказать, с каждым днем возбуждены 6 уголовных дел по этим направлениям. Несколько дел расследуются в ГСУ Московской области и главным следственным управлением. И несколько дел расследуются нашим управлением. Все директора, лица, виновные в обмане дольщиков, конечно, будут привлечены к уголовной ответственности. Сейчас уже некоторые дела заканчивают, и будем направлять в суд. Юрий Ильич, еще такой вопрос. Я думаю, вы не случайно его тоже отдельно выделили. Это вывоз и утилизация мусора. Здесь, я так понимаю, тоже действительно выделено это в отдельное направление, да? В соответствии с изменениями законодательства, у нас появились региональные операторы, которые уже взяли на себя ответственность по вывозу, по утилизации мусора. Если раньше это было на уровне района, то теперь это на уровне области. В Московской области сейчас работают 7 региональных операторов. И они взяли на себя ответственность по коммунальным отходам. Кроме того, по разделу коммунальных отходов. Это нововведение. Для нас это пока новое. Это в Европе уже давно работает. Но для нас, действительно, я вот сам свою семью начинаю приучать к тому, что давайте разделять. Давайте пластмассу отдельно, стекло отдельно, а жидкий мусор там или какой-то влажный мусор отдельно. Для нас это, конечно, сложно. Но я думаю, что пропаганда, определенная работа ведется с населением, мы привыкнем. Но есть и много вопросов у населения. Например, раньше была строка в платежном документе обслуживание и ремонт жилого помещения. Вот в эту строку и включалась вывоз ТБО, как раньше называлось ТБО. Теперь ТКО, твердые коммунальные отходы. Сейчас эта строка выделена отдельно. Именно вывоз ТКО. И некоторые управляющие компании еще, может быть умышленно, может быть неумышленно, не исключили из строки обслуживания и ремонта помещений, берут там за вывоз ТКО. И отдельно включили в строку, мы такие, в строку уже вывоз ТКО, тоже двойная оплата получается. Мы такие 11 случаев выявили, внесли представление, соответственно, устранили нарушение. И вот гражданам хочу разъяснить, что, обращайте внимание, сравните платежки 2018 года и 2019 года, там должна быть строка в 2019 году вывоз ТКО. Но минус в той строке, где обслуживание и ремонт жилых помещений. Ну и, в принципе, тоже возникают вопросы по частному сектору. Зачастую еще не со всеми заключил региональный оператор договор на вывоз ТКО. Соответственно, они заключили договора с МОЗ «Энерго», и на каждый лицевой счет сейчас приходит платежка на вывоз мусора. Возникает вопрос у граждан, у меня есть земельный участок, есть подключенный столб электричества, но я там ничего не делаю, никаких строений, ничего нет. Что мне делать? По таким вопросам надо обращаться к региональному оператору, объяснять, что у меня нет никаких строений, сооружений, вывозить нечего, и тогда этот вопрос будет закрыт. Если же договор у вас не заключен, но там ведется какая-то хозяйственная деятельность, индивидуальное жилищное строение, то, конечно, это надо оплачивать. Первая оплата этого счета будет значить, что вы заключили договор по умолчанию. Юрий Геннадьевич, какие задачи, связанные с уголовным законодательством, стоят сегодня перед сотрудниками прокуратуры? Выделите основные. Ну, основные направления как-то вот выделить сложно. У нас самая главная задача уголовного законодательства, это неотвратимость наказания, и выявление, и профилактика. Конечно, я бы сейчас, наверное, отметил, вот, к примеру, 2000 уголовных дел рассмотрено Одинцовским городским судом в 2018 году. Это хороший показатель, это почти самый хороший показатель в Московской области. Но много дел еще и расследуется, и имеются дела, которые с большими сроками расследования. Ну, это многоэпизодные уголовные дела, где нужно направлять, много проводить судебно-медицинских экспертиз, других экспертиз. Поэтому есть такие дела с нарушенным сроком следствия. Вот, конечно, мы большое внимание уделяем таким уголовным делам, чтобы максимально провести расследование и направить уголовные дела в суд. Материалы проверок, которые еще проводятся до возбуждения уголовных дел, тоже зачастую, ну, наверное, это из-за того, что очень большая масса этих проверок, часто тоже более 10 дней, более 30 дней, продлевают сроки проверок. Мы тоже проводим постоянно коррекционные совещания по этому направлению и работаем с правоохранительными органами в этом направлении, чтобы максимально короткие сроки принимали решение. По самим преступлениям в районе есть такие уголовные преступления, как кражи, кражи из квартир, кражи из индивидуальных жилых строений, из домов, то есть мошенничество. Я вот хотел бы остановиться на мошенничество. У нас сейчас очень много мошенничеств с картами, с банковскими. Кто-то что-то покупает, переводит неизвестно куда денежные средства. Потом приходят и говорят, я вот перевел такое денежное средство за покупку автомобиля, а мне никто не отвечает, автомобиля нет, что мне делать? Ну, во-первых, очень много сейчас граждан покупают через интернет, какие-то вещи. Я понимаю, что можно купить какую-то недорогостоящую вещь, но как можно купить, например, автомобиль за 700 тысяч, как у нас есть в практике? Где-то в Санкт-Петербурге, не зная, ни автомобиля, они смотрят на фотографии. Понравился автомобиль, я перечислил денежные средства. И денежные средства кому-то уходят. И вот, конечно, возбуждаем уголовные дела совместно с органами правоохранительными из других регионов работаем и, конечно, выявляем, но это очень сложно. Вы уже сказали о том, что граждане активно обращаются в Одинцовскую городскую прокуратуру. Более двух тысяч за первый квартал 2019 года поступило таких обращений. Если можно, несколько слов о том, с чем обращаются граждане и как вообще обрабатываются их обращения, как ведется с этими обращениями работа? Вот остановлюсь на 19-м, первом квартале 2019 года. Вопросы у нас трудового законодательства возникают часто. Не будем мы это скрывать, действительно. Опять же, вопросы, почему возникают. Много граждан у нас заключает договора с работодателем устно. «Пришел, я хочу работать, приступай к работе, мы тебе потом договор заключим с тобой, все в трудовой книжке напишем, отметки, но, к сожалению, месяц-два-три работают, никаких отметок нет, никаких договоров нет. И денег, наверное, тоже, да? Денег. Ну, может быть, небольшие какие-то деньги выплачиваются, потом либо эта фирма пропадает, либо название какое-то другое, либо она просто разваливается. Человек приходит, и даже бывает такое, что он даже и название-то не знает фирмы. Как хотя бы она называется, кто директор? Директор Сергей или Иван? Я говорю, ну как вы заключали этот договор? Вот это проблема большая, гражданам всем разъясняем. Убедитесь, что это за компания. Убедитесь, посоветуйтесь со своими коллегами, кто с вами работает, как давно работает, насколько платежеспособна эта фирма, и как она оформляет документы по приему на работу. И это уже снимет много проблем. Ну и направления у нас основные такие вот приоритетные, несовершеннолетние, дети-сироты. Если взять 2018 год, то благодаря органам местного управления 21 ребенок из числа детей-сирот получил квартиры в 2018 году. все обеспечены. Вот сколько нужно было, 21 человек был у нас, ребенок, все мы обеспечили. Это надо отдать должное нашим органам местного управления. У нас более 1200 несовершеннолетних стоит на учете семей, многодетных семей стоит на учете на получение в соответствии с законодательством земельного участка. И вот за последние несколько лет, за 2018-2017 год, более 600 семей уже получили земельные участки в Одинцовском муниципальном районе. Да, еще много предстоит, но в этом направлении органы местного управления работают, мы держим это на жестком контроле. Я думаю, что в ближайшие полтора-два года все будут обеспечены земельными участками многодетные семьи. Юрий Геннадьевич, не могу не задать вопрос о той избирательной кампании, которая сейчас идет. У нас происходят на муниципальном уровне большие изменения. Одинцовский муниципальный район превращается в Одинцовский городской округ. Идет сейчас избирательная кампания по выборам депутатов нового обновленного состава муниципального совета депутатов. В нескольких словах о прокурорском надзоре за избирательной кампанией, насколько чисто она проходит с точки зрения вашего ведомства? Вот тоже хочу сказать, что это избирательное направление законодательства о выборах, это тоже приоритетное направление. И когда в муниципальном образовании проходят выборы, это очень серьезный период, и мы на жестком контроле держим это направление. У нас 21 апреля проходят выборы в Совет депутатов Одинцовского городского округа. Уже более 200 кандидатов зарегистрированы, выдвинули себя в Совет депутатов. Сейчас несколько там, не все они, конечно, зарегистрированы избирательной комиссией. Есть сейчас иски в судах. Кто-то не согласен, что его не зарегистрировали, кто-то не согласен, что зарегистрировали какого-то другого депутата. Поэтому сейчас уже на сегодняшний день где-то 10 заявлений рассмотрено в Одинцовском городском суде. Все эти заявления рассматривают с нашим участием, с участием наших работников. И какие-то решения остаются в силе. Суд принимает решение избирательной комиссии. Какие-то решения отменяются. Вот, например, буквально недавно принято решение судом о том, что избирательная комиссия отказала незаконно одному из кандидатов. И суд сказал, что надо зарегистрировать этого кандидата. Мы, соответственно, проводим совещание. Создана у нас рабочая группа. Постоянно у меня работники занимаются, тоже на контроле держат это направление деятельности. И хочется надеяться, что вот эти выборы пройдут в соответствии с законодательством. Я, с своей стороны, хочу сказать, что вот именно органам прокуратуры будет проще работать с одним муниципальным образованием, чем, как раньше было 18 муниципальных образований. Жители некоторые, конечно, не согласны с этими решениями. Есть такие, кто говорят, что вот, может быть, эта власть будет дальше от граждан. Но я хочу заверить, что это не так. Это, наверное, будет проще работать и органам местного управления, и нам, и правоохранительным органам. Я думаю, что это правильное решение. Ну что ж, Юрий Геннадьевич, на этой оптимистичной ноте мы закончим наше сегодняшнее специальное интервью. Спасибо вам огромное за то, что приняли нас и ответили на целый ряд интересных, я уверен, для наших телезрителей вопросов. Спасибо. Я напоминаю, что сегодня специальное интервью было в гостях у Одинцовского городского прокурора Юрия Геннадьевича Чижова. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. Увидимся на канале ОТВ. Продолжение следует...